и всем доброго дня сегодня шестой день до мы идем подсчет конечно там будет смета спрашивали мы все это считаем нам своим интересно можете сразу приплюсовать 200 тысяч это стоит проект у кого-то там писал мне в комментариях дом заполнена хочет сделать проект стоит 200 это в среднем дизайн то есть как будет внутри выглядеть и сама инженерка как называется кр к еще 100 это средняя цена поэтому учитывайте что если вы без проекта можно сэкономить 200 тысяч от и больше в общем вчера мы до пол первого ночи ковырялись тут а все по лазерки выровняли у нас перепад составляет плюс-минус сантиметр на фундамент 10 на 12 это прям я думаю хорошо конечно сейчас будет 10 мы ждем 10 чтобы соседи не будет раньше времени пробежимся еще раз виброплитой естественно где больше пяти сантиметров песка насыпали но можно глаз не видели будет сильно проседать мы будем еще докидывать ножка то есть мы с утра все до обеда покатаемся кругов наверно 5-6 сделаем по всему фундаменту где сильно проседает плита подкинем и будем заканчивать и потом будем собирать маленький каркас как сказать первичный найдем в диагонали соберем первичный каркас пока без меток чтобы было понятно откуда отступать от стен где находится закладные под канализацию здесь находится котельная есть как бы главный узел и вот отсюда вот так диагонально вон туда вот видите ров давно стоит вот нужно прокопать и вон там труба вон к ней подключиться вот такая вот и будет сказать но когда себе в фундаменте старался чтобы от канализации до выхода был минимальное расстояние а здесь будет наоборот но будет максимальная вот самые дальние точки диагонального фундамента и вон туда долго будет по трубам кое-что путешествовать на те делать в общем ждем 10 запускаем плиту соберем каркас но потом будем уже искать трубы а я пойду поплю чайок все равно все время такого полосного как и вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok День седьмой. Серьезно, седьмой день сегодня. Вчера мы до обеда поработали, все утрамбовали, проливали и все, и пошел ливень. И вот он только сейчас, уже обед седьмого дня, он прекратился. Мы разместили точки, где будут проходить закладные. Канализация, закладная под воду, не хватает закладной под питание воды, чтобы через датчик давления. Все это будет размещено где-то вот здесь. Питающий кабель, вода. Нет канализации. Ну, мы его закупили, но не купили энергофлекс. Сейчас будем тянуть. Получается, плюс разборки были у нас с проектировщиком. Опять там что-то накосячил. Там не застыковывалось. По нашим подсчетам у нас некоторые трубы закладные были в стене. А у него там на чертерах с собой нормально. Вот, переделали, перерисовывали. Сейчас собираем все в энергофлекс. И с уклоном 2 см на метр будем из точки входа тянуть воду наших закладных. Не забыть не поставить ревиску. И еще плюс получается, нужно по высоте подогнать. Получится, не получится. Нужно копать, не нужно. Сейчас одно выясним. И, в принципе, как только мы выставим нашу, как называется, закладную инженерку, у нас будет отставание от графика ровно 2 дня. Потому что сегодня было в планах уже полностью... Ну, у вас сейчас на картинке должна была быть опалубка и внутри постеленный утеплитель. Как видите, его нет. А это один день. Так что мы немножко от графика отстаем. Погодные условия. Так что ждем сейчас энергофлекс. Сейчас он привезет его и будем собирать каналюгу. Субтитры добавил DimaTorzok 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 опять мы до поздна но не получается много говорить мало снимать мы в основном снимаем как работаем и потом перерывах что-то умное говорим либо глупая постараюсь уравновесить что было и работа нормально и объяснять чем делаем если кому интересно конечно пока не получается пока мы нацелены на работу закончились на технические трубы с разуклонкой 2 сантиметра на метр расстояние где-то по моему 30 метров получилось пом больше не помню пока все риски проверили пока все аккуратные углы здесь под 45 ну завтра будет дневная съемка покажусь прям такая целая гирлянда у нас целое дерево плюс нас тут были конфликты с проектировщиком вкратце утром покажу проектировщик ошибся на 80 сантиметров чисто случайно заказчик лежал на шезлонге посмотрел проект потом на фундамента потом привиснул случайно на проект дома и выяснилось что труба фановая проходит в котельный прям по центру окна проектировщик сказал сорян сейчас изменим если бы залили фундамент без этого изменения можете представить себе какое было бы недоразумение да о рабочий прилетел уху нифига какой жирный ты кто большой вот мой палец смотрите о гости пришли гости так ну и сейчас ночь почему мы еще не ушли видите лазерку вот это мы сейчас выставляем ориентиры завтра будет собираться опалубка у нас очень много колышков выстреливает лазерка и мы обводим все это черным маркером завтра между всеми маркерами натягиваем нитку нас получается идеально ровная опалубка но если конечно идеально ровно собрать кто помнит своим фундаментом я обосрался на 13 сантиметров в перепад и потом все это выравнивал в этом случае мы этого избежим на здесь метки 10 колышков поэтому все будет четко все будет согласно проекту да мы придерживаемся строго чтобы потом не было претензий это мы про газировщика по-моему то ли 17 уже 18 изменений мы на не наезжаем постоянно и он их поправляет к примеру я в телеграме постоянно пишу вам скидываю первая ошибка была он скинул проект фундаменту без коммуникаций забыл второй косяк был он не смог состыковать террасу которая должна быть на 10 сантиметров выше чем основной фундамент чтобы из дома выходили и не было ступеньки он этот продумать до сих пор не мог недавно выяснилось что он неправильно разместил ну трубы закладные и вот последняя большая стычка была он закончил проект ступенек то есть терраса выходить на ой фундамент из дома на улицу ступеньки забыл а там с фундамента на землю 50 см то есть просто выходишь падаешь это только пока на этапе фундамента дальше у нас будет коробка крыша что он там нарисовал я не знаю да он красиво нарисовал как называется дизайн-проект но мне не интересен я человек который смотрит конструктив крки к ски автокады поэтому я думаю нас еще причине не закончится и уже какого илюха готовит претензию документальную возможно будет судиться но потому что это не дело на этапе фундамента 17 поправок это конечно печально ладно ребят снимать ночью нечего постараюсь справиться семей побольше пока еще солнце и мы скоро вытащим фонари как только зальем фундамент вкладку будем делать даже по ночам потому что нас будет играть погода но сегодня все давайте не болейте не скучайте завтра я еще тут а и потом не выходными там же это мастерская все